Это программа Актуальное интервью. Я Екатерина Коломец. Здравствуйте. Сегодня в нашей студии Александр Валентинович Иванов, директор спортивной школы номер 6, руководитель Центра тестирования ГТО Севастополя и Надежда Стукало, инструктор-методист Центра тестирования. Здравствуйте. Здравствуйте. 2020 год был для всех непростым. Какие мероприятия удалось провести? Ну, мероприятий нам удалось провести не так уж много, но старались выходить из этого положения всеми силами, своими и средствами, которые нам были выделены на проведение нашего мероприятия по выполнению нормативов комплекса ГТО. Сколько человек за 2020 год сдали нормы ГТО? Ну, зарегистрировано, начиная, как только начали регистрироваться, это более 9000 человек. И в 2020 году у нас сдали нормы, были зарегистрированы, это 2800 человек. Из них сдали на нормативы 1656 человек. Какие испытания необходимо пройти для того, чтобы сдать нормы ГТО? В ГТО есть 11 ступеней и у каждой ступени свои нормативы. Но основными являются бег на 30, 60, 100 метров, сгибание-разгибание рук, подтягивание, либо подтягивание из высокой на высокой перекладине, либо подтягивание из низкой перекладине, либо рывок гири. Также наклон, стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища, пресс, проще говоря. Также кросс-бег на 2000 метров для женщин, на 3000 метров для мужчин, плавание на 50 метров, стрельба из положения сидя, плавание, туристический поход. И метание спортивного снаряда, и челночный бег. Это основные, которые сдают. В Севастополе много желающих сдать нормы? И сколько самому младшему и самому старшему участнику? Самому младшему у нас сдают от 6 лет до 70+. И вот самый старший у нас 78 лет. Женщина сдавала. Зовут ее... Трубникова Зинаида Васильевна. И младшему? И младшему 6 лет. Начинаем с 6 лет. Хотя у нас пятилетки там тоже просятся, но нормативы, да, мы их не допускаем, только говорим, когда 6 лет исполнится, тогда приходите к нам в центр. Если подводить рейтинги по регионам, какую информацию можно было бы предоставить в этой связи? Рейтинги... Ну, нам трудно соревноваться с такими монстрами, с областями крупными, одним городом как федерального значения. Поэтому, ну, мы в середине, где-то так, 70-е, 80-е бываем. И вот в феврале вы подводите уже определенные итоги? Да, мы в феврале подводили определенные итоги. Нам прислали значки отличия ГТО. И завтра, 20 февраля, мы будем вручать эти знаки отличия. По каким направлениям будет продолжаться сдача норм? Ну, в этом году исполняется 90 лет ГТО. Поэтому мы все силы будем прилагать, чтобы сдавали и как можно больше людей вовлечь в сдачу норм ГТО. То есть сейчас уже начались соревнования по сдаче? Да, первое, это у нас идет плавание. Уже в это воскресенье мы будем принимать плавание. Дальше будет стрельба, потом туристический поход. И потом, когда уже будет теплая погода, мы будем принимать бег и другие нормативы. Ну, всю информацию мы выкладываем на нашем сайте. Можем и ВКонтакте, и в Инстаграме. У нас все есть, кто интересуется. То есть может зайти и посмотреть, когда, какое мероприятие будет проводиться. В прошлом году мы провели, ну, хотя много было отменено мероприятий, но провели такие крупные, вот у нас полное было мероприятие. Это прием нормативов у Росгвардии. Мы ездили выездными такими мероприятиями, мы ездили по детским саникам. То есть мы брали свое оборудование, инвентарь и на месте проводили такие для деток, для школьников эти мероприятия, чтобы, ну, как ближе быть к народу. Поэтому мы туда идем. Не они к нам, а мы к ним идем, чтобы они уже принимали участие. И вот самое это значимое было в 2020 году мероприятие, это участие нашей команды города Севастополя в фестивале чемпионов. Ну, у нас даже, мы ездили, вот, в шесть человек у нас команда была, и из шести человек у нас одно первое и два третьих места на этом фестивале. То есть это было очень грандиозное мероприятие. Ну, я на таких мероприятиях еще, как бы, по ГТУ никогда не присутствовал. Это было первое мероприятие, на котором и министр спорта присутствовал, и все его замы, то есть и все руководители практически регионов там присутствовали на этом мероприятии. О чем говорит такая популярность? Ну, о чем говорит это, когда вот начали возрождать комплекс ГТУ, то есть в первую очередь это заинтересовали школьников, которые будут при поступлении в ВУЗ даются дополнительные баллы. То есть каждый ВУЗ, ну, как любит себя каждый ВУЗ, это от одного до десяти баллов. Могут и три дать, могут и четыре, могут и пять, а могут и десять. И вот при сдаче норм ГТУ, те, которые, ребята имеют спортивный разряд, то есть у них там уменьшается количество испытаний на... Они могут на одно меньше становиться, испытания они могут сдать, им могут сдать на серебро, и им автоматически будет присвоен золотой знак отличия. Для населения, получается, это как любят руководители своих подчиненных, они могут и дать им премиальные за то, что они там выступают и принимают, и сдают участие. Вот у нас в прошлом году таких предприятий было, по-моему, пять, да, здесь, которые приходили, сдавали. То есть они сами, сам руководитель к нам приходил и говорит, я хочу там своих сотрудников проверить на физподготовку. То есть севастопольские предприятия соревнуются между собой? Да, да, да. Ну у нас вот сейчас будет совещание тоже, завтра будет совещание, будет у нас спортикиада трудящихся, которые проводятся ежегодно. И финалисты, которые попадут, это поездка в Сочи, там будут тоже финалы вот такие будут, это проводится среди трудящихся предприятий. А какие будут предусмотрены этапы для трудящихся? Этапы — это положение, мы уже разослали всем таким предприятиям, которые уже ежегодно нам участвуют, пытаемся вовлечь новые предприятия. Ну, будем стараться. Ради поездки в Сочи можно и постараться. Ну да. А как готовятся участники? Есть положение, в котором прописаны, какие именно будут испытания. То есть точно так же для каждой возрастной категории будут свои испытания, для женщин, для мужчин отдельно. Естественно, они там подготавливаются. Вот 28 марта у нас как раз будет фестиваль среди трудящихся, где мы будем уже проверять их, выделять лучших. Все будут награждены призами и победители, естественно, поедут в Сочи. Это уже мартовская поездка будет? Нет, в марте будет у нас. Нет, только начало будет в марте. Да, в марте будет проводиться у нас, а поездка в Сочи пока еще даты обговариваются. Ну, наверняка. Ну, наверняка, да. Если человек решил попробовать свои силы и сдать нормы ГТО, что нужно делать? Как готовиться, куда обращаться? Ну, для начала нужно зарегистрироваться на сайте ВФСК ГТО и получить свой уникальный номер. Далее проходит недосмотр, где дается справка о том, что человек здоров и допущен к сдаче нормы ГТО. Далее приходит к нам в центр тестирования, который находится на улице Частника, 87, и сдает пакет документов, в который входит заявка на прохождение тестирования, копия документов удостоверяющего личность. Далее согласие на обработку персональных данных и справку как раз-таки от врача. Если есть спортивное звание или спортивный разряд, то нам нужен либо приказ о присвоении разряда, либо копия книжки. Также сдается этот пакет документов, и он остается у нас. Мы его вносим в протоколы, и по календарю человек смотрит, когда у нас какие мероприятия, приходит к нам и сдает. Но единственное, что перед плаванием еще надо людям дополнительную справку брать на то, чтобы они могли прийти в бассейн. Стандартная справка. Да, стандартная. Ну сейчас вот с января месяца здравоохранение выпустило приказ 1144, оно чуть-чуть упростило прохождение всех этих справок. То есть если человек относится, то есть вы там в какой-то категории первая, вторая, в основной группе, то есть уже проще, например, как раньше было, это надо пройти полностью. А сейчас уже что дают, и справку такую. Какие преимущества дает участие в испытаниях и сдаче норм БТО? Ну как уже сказал Александр Валентинович, для выпускников при поступлении начисляется от 1 до 10 баллов в вузах. А для студентов подаются повышенные стипендии простые, да. Это только для победителей или для всех? Для тех, кто получил, кто выполнил нормативы на золотой знак отличия и получил его, соответственно. А для трудящихся, ну, нам бы очень хотелось, чтобы все руководители, конечно, поощряли всех, кто приходит к нам сдавать, ну, какими-то, может быть, премиями или иными, я не знаю, бонусами для своих подчиненных. И вообще сейчас в государстве такая тенденция, насколько известно, даже налоговый вычет предусмотрен для тех, кто занимается в фитнес-залах, ну, и какими-то спортивными… Ну, это если платных рубах. Совершенно верно. А у нас в школе, у нас все занятия бесплатные. Все совершенно на безвозмездной основе. Да, безвозмездной основе у нас и все, у нас в спортивной школе обеспечивают и формой уже со времен вхождения на состав Российской Федерации. Нас очень хорошо сейчас обеспечивают и комплектуют детям даже, ну, такого не помню как. Те, кто приходят сдавать нормы ГТО единожды, возвращаются потом снова? Ну, могут возвратиться те, которые сдали, например, на бронзовый или серийный значок, а хотят на золотой. Вот те пытаются приходить, а те, которые на значок, они ждут, когда уже передают в другую возрастную категорию. Тогда уже могут приходить и сдавать. Вот мы выступали, вернее, проводили мероприятие, управление нашим по спорту проводило мероприятие «День пожилого человека» в парке Ахматово. И мы там выставляли полный наш комплект наших оборудований, на котором проходили все, кто хотел испытать себя. Поэтому мы вот за день пропустили где-то человек пятьсот. То есть это большая нагрузка такая была, что народ шел, просто испытывали, кто подходил там, кто семьей целой подходил проводиться. Даже у нас там вот в прошлом году ребята подходили, которые сборники России, биатлонисты подходили, там пытались и наклоны сделать, и пробежать, и челночный бег. У некоторых даже не получалось его там пробежать. Они пытались перебегать еще даже. То есть такое было. Каждый год количество желающих сдать нормы становится больше? Да, количество становится желать больше, потому что больше вовлекается. Я думаю, чтобы еще больше, если бы это в школах еще бы более организовали это дело. А что для этого нужно, кроме какой-то информационной поддержки? Воля руководителя, чтобы все заставить и все проводили. На данный этап я вижу так пока, чтобы это добровольно-принудительно. Я как помню, сдавали у нас с первого класса, мы уже начинали сдавать комплекс ГТО. Уже были готовы к всему этому. И на соревнования даже нас не допускали, если я не сдавал нормы ГТО. Очень приятно сейчас наблюдать, что многие учителя физкультуры тратят свое время и все равно хотят, чтобы их дети сдавали. И приходят к нам, приносят и заявки, чтобы мы принимали тестирование у их детей. Есть именно те инициативные учителя. И очень приятно это смотреть, видеть, осознавать, что есть вот такие люди у нас. Александр Валентинович, Вы вспомнили, как сами сдавали нормы. Вот с тех пор как-то изменились стандарты и нормативы? Сложнее ли стало? Нет, чуть-чуть уменьшились. Раньше, да, классификация была больше, нормативов по времени было больше. То есть сейчас золотой значок получить проще? Ну не так, я бы не сказал, что его получить проще. Но это не так. Потому что на сегодняшний день, будем честно говорить, что молодежь у нас очень слабенькая. Вот некоторые даже классы приходим, и по видам спорта себе практически отобрать тяжело. Поэтому я говорю, что надо здесь заставлять уже в школе. Всё со школы будет идти. Те, которые у нас, дети вот в наших школах тренируются, они и так уже имеют и спортивный разряд, и также и ставят нормы ГТО. То есть человек уже подготовлен к сдаче. А основная масса — это школы, надо их тренировать там. В этом году для ГТО особая юбилейная дата? Да, 90 лет. Вот хотелось бы, чтобы наши руководители услышали, что надо спортивную базу нам для ГТО, для всего. Хотя уже целый проект есть, но он никак не выйдет на экспертизу. И вот Капстрой у нас пока дальше ничего. Обещали в этом году начать, но пока никаких подвижек не видно. Перспективы какие-то есть? Что ожидается? Перспективы, конечно, есть. Уже на это были деньги выделены, чтобы шло развитие, чтобы уже стройка была. Вот ещё, если 200-летие запустят, уже ещё будет полегче, когда там будем принимать нормативы. И что ещё? Какая ещё нужна база и планируется для ГТО в Севастополе? Ну, на территории частника 87 планируется комплекс ФАКОТ, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Уже есть и проекты, но только не зайдут никак подрядчики на экспертизу, чтобы оттуда вышло, и тогда уже началось бы там строительство. Хорошо бы, чтобы это хотя бы в юбилейный год. Вот да, я про это и говорю, чтобы в этот год хотя бы уже какие-то начались подвижки, чтобы уже у нас там это... Потому что стадион наш уже... Ну, практически в городе у нас на сегодняшний день-то нету стадионов таких, чтобы это... И наш уже, ну, в школе более уже 70 лет. В грустном состоянии наверняка. Да, да. Я думаю, что если бы был соответствующий спортивный у нас стадион, то и желающих, я думаю, было бы гораздо больше. Было больше, да. То, что приходит, о, резиновая дорожка, она уже вся такая тяжёлая. Просто негде сдавать эти самые нормы. Александр Валентинович, вот сегодня мы и подводим итоги 2020 года, и какие-то планы на 2021 намечаем. Что бы вы пожелали севастопольцам, и как бы вы их пригласили к спортивному образу жизни и сдаче норм БТО? Приглашаем всех. Весь город Севастополь. Я думаю, мы можем тогда там и дневать, и ночевать. Главное, чтобы народ приходил, и мы будем... Мы можем и в выходные дни все работать, и в будние дни мы принимаем. Так что, ну, для нас этого, как бы... Чем больше народу придёт, тем для нас будет это лучше. Спасибо за беседу. В нашей студии были Александр Валентинович Иванов, руководитель Центра тестирования ГТО Севастополя, директор спортивной школы номер 6, и Надежда Стукало, инструктор-методист Центра тестирования ГТО. Это была программа «Актуальное интервью». Благодарю за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова